схема вязания майки очень простая все по прямым линиям у нас есть прямоугольник внизу половина объема бедер у меня это 50 по вертикали длина изделия 50 по центру определяемся с горловины у меня головин достаточно объемная 20 сантиметров вниз 16 и 16 сантиметров проймы одной линии 16 снизу небольшие разрезы 10 12 сантиметров и резинка по груди ниже от центра от основания шеи вниз посмотрите где у вас есть от основания груди и 5 сантиметров вниз у меня это 28 сантиметров и 5 сантиметров резинка 28 сантиметров от основания шеи до резинки собственно это весь расчет подставляем петельную пробу спинка делается то же самое те же 16 сантиметров разделитель переход на резинку только сантиметра 3 пойдет на горловину все остальное по прямой самый простой выкройка проще вообще не бывает уже и дело только в том чтобы применить резинку резинка будет у нас корректором поэтому начинаем вязание с резиночки по краям резинка 12 сантиметров дальше переходим на окулир доходим до вязания резинки пересаживаем не это 30 сантиметров длину и 5 сантиметров высоту количество резинки под грудью для стяжки дальше провязываем 28 минус 16 12 сантиметров переходим на резинку по краям и закрываем горловину все плечики оформляем стяжкой сейчас будем вязать все покажу подставляйте петельную пробу и чем хороша эта майка даже если вы немножко где-то ошибетесь вы даже этого не заметите потому что такой простой конструкции ну ошибиться сложно идем вязать набрали резинкой расчетное количество петель по вашему размеру провязали небольшую резиночку мета 10 рядов пересадила петли передней гонки на заднюю так чтобы у меня были через десять игл просто риски вертикальные направляющие машине легче провязывать и плюс небольшое оформление дополнительное по бокам оставляла по пять игл резинкой и теперь мы эти бока пересаживаем на основную игольницу потому что разрезы на данном этапе закончены разрезы больше не нужны убираю обеих сторон и довязываю до начала резинки по центру весь центр будет от пятидесяти до пятидесяти возвращаю обратно на переднюю игольницу в виде резинки один на один ровно то с чего мы начинали проверяем иглу и довязываю до окончания резинки по центральной части у меня это будет 116 рядов после того как довяжу до окончания резинки перекидываю петли обратно и вяжу до проймы и до горловинки довязали до начала горловины я хочу немножко игл убрать сбоку чтобы выполнить пройму все-таки с подрезом будем делать подрез 8 игл закрываем плечо остается и горловина видите вся горловина у меня на основной игольнице еще закрою плечо перекидываем на переднюю заднюю заднюю игольницу небольшая рекомендация если вы хотите чтобы было лучше посадка по горловине можете несколько рядов перед началом горловины провязать тоже резинкой хуже не будет закрываю край 8 игол любым удобным способом я это делаю обычной косичкой если делать аккуратно то такой способ закрытия резинки не страшен можете воспользоваться снять набросовую и закрыть по всем правилам иглой какие дети 8 иглы работающие провязываем все остальные иглы ряда вставим переднее положение частичное вязание включаем и доезжаем до начала горловины будем закрывать так ряд провязан это плечо горловинку закрываем точно так же после того как мы закрыли центральные иглы горловины переезжаем на плечиком довязываем плечо закрываем 8 крайних игл делаем подрез и по прямой провязываем одно плечо потом второе плечо по прямой никаких убавок прибавок не выполняем до длины плеча у меня это будет 240 рядов на счетчике еще 170 до 200 до 240 вреда провязываю по прямой одно плечико и второе плечико две детали готовы соединяем плечики готово и все что нам осталось боковые швы плечики горизонтальный трикотажный шов боковые швы как вам удобно можете косичкой можете можете петлю ловителем можете иголкой после этого если у вас хлопковая пряжа хлопковая нить обязательно нужно изделие постирать и носите с удовольствием если вам что-то непонятно по вязанию на двух фонтурах приглашу я вашу школу машинного вязания из ба вязальня где мы обучаем стримителям освоения абсолютно любой вязальной машины с нуля ссылку на курс двухфонтурного вязания для начинающих смотрите под этим видео ваша Наталья Некрасова